Ребят, всем привет! Меня зовут Елена Райтман и добро пожаловать на мой канал! Если вы еще не подписаны и не станете часть нашей огромной 6 миллионов семьи, то скорее подписывайся, потому что мы тебя ждем, потому что нам до 7 миллионов осталось полмиллиона. Да херня, да? Дело в том, что перед вами сейчас сидит Лена, которая уже прошла страшную переписку. Поэтому я решила перезаписать начало для того, чтобы сказать вам, я походу накосячила где-то, потому что, как вы видите по названию, сегодняшнее видео это финальное видео. Ну и походу это я все зарубила, ролики могли еще выходить, то есть было бы продолжение, но... Короче, плохо все. Однако я прошу вас быть максимально внимательным во время просмотров этого видео, и я это не просто так сначала оставляю, чтобы просто сказать, я накосячила, передавайте мне привет, а для того, чтобы вы максимально внимательно посмотрели эту страшную переписку и подумали, где именно я могла накосячить. Как бы вы поступили на моем месте в той или иной ситуации? Короче, смотрите внимательно, а потом буду читать ваши комментарии. Все в комментариях записывайте, все свои мысли. У меня 25% на телефоне зарядки. И надеюсь, я пройду эту историю. А есть те, кто смотрит мои видео и до сих пор не подписан на мой телеграм-канал? Ребята, обязательно подписывайтесь, потому что я туда выставляю фотографии в своих образах, то есть можно поближе меня рассмотреть. Ну, кто хочет посмотреть на меня близко. А что, вдруг кто-то хочет? И также сегодня я рассказала одну историю из своего детства, которая очень странная, кринжовая, но интересная. Короче, посмотрите обязательно мой телеграм, потому что я думаю, вам понравится. Позвольте вам напомнить, что было в предыдущей части. Как обычно, у нас компания друзей, которые дебила отправляются в жопу мира. И там встречается какая-то тварь поднебесная. Так вообще можно говорить? Не знаю. Мы решаем пойти играть на кладбище ночью. Не говорите ничего, это дебил, это не я решала, это они. Там мы встречаем какую-то непонятную девушку. И, судя по всему, эта девушка с нами в детстве дружила, когда мы были совсем детьми. Тоже играли с ней на кладбище. Потом я привожу своих друзей на кладбище, она злится, типа, это наше кладбище, это наше место, кого ты привела. Мы решаем ее напугать, одеваем костюмы зомби, макияжи делаем. Пугаем так, что она в кому впадает. О! И после этого случая к нашим друзьям стали приходить зомби и жирать их. Проблема в том, что как только зомби сожрет какого-то нашего друга, все остальные друзья про них не помнят. Типа, их не существовало никогда, только мы с вами помним. И вы мне посоветовали одну офигительную вещь. Предложить ребятам всем вместе сфотографироваться. И потом, типа, вот у меня пруф есть. Смотрите, мы все вместе, вот эти ребята, которых вы забыли. Так что мы сейчас это и сделаем. А что мы у Копа делаем? Зачем пришли? Привет, пап. Лена настояла, чтобы пришли. Ты что-нибудь узнала о той девушке? Немного. В возрасте 7 лет у нее случился приступ. Дальше Кома. Вы не могли ее видеть. Она не выходила из Комы, я проверял. Подождите! В смысле, она жива? Это не призрак? Дело в том, что многие в комментариях стали в мою сторону кидать камни, потому что я не понимала, почему ребята не помнят наших друзей. И пишут. Ну вот я сразу догадалась, что из-за того, что зомби их сожрали, их не помнят. Я поняла, что по сюжету они предлагают такой вариант. Но это нелогично, нихрена. Где вы видели у зомби такую суперспособность, чтобы когда он сожрет человека, про человека все забывали? Я понимаю, там маг, там призрак, там ведьма, колдунья, да хоть кто. Но не зомби. Это вообще нифига не логично. Поэтому, да, в том ролике я удивлялась, потому что до моего сознания это не доходит. Либо это максимально нелогичный квест, хотя, судя по тому, что ребята очень хорошо стараются, и логика у них обычно присутствует. Либо здесь все глубже намного. А тут вообще девочка получается жива. Зачем это не призрак, не зомби, а кто вообще? Так она жива? Жива. Если это можно назвать жизнью. Может у нее есть сестра. Мы же видели ее. Я не знаю, кого вы там видели, но по составленному вашему фотороботу только она подходит. Кайл, у меня много работы. Поедите. Хорошо, мы уходим. Что думаешь? Что я думаю? Сейчас пока рано что-то вообще думать, предлагаю сделать фотографию, как вы советовали. Я не знаю, что думать. Я хочу встретиться со всеми ребятами. Без проблем я организую. Ты чувствуешь себя как? Я не сумасшедшая, если ты об этом. Я такого не говорил. Да вы каждый день это мне говорите. Постоянно на протяжении всего квеста. Ты ку-ку, ты ку-ку, ты ку-ку. Так и недалеко до ку-ку реально съехать. Зачем позвал? Лена хотела встретиться с вами. Для чего? Давайте сфотографируемся все вместе. Это еще зачем? Пусть вы и не верите мне, но я говорю правду. Наши друзья пропали. Их съели зомби. И почему-то вы забыли сразу о них. Давайте все вместе сфотографируемся. Это будет как доказательство. Если вдруг кого-то еще зомби съедят. Я оптимистка. Найди Шеллу. Господи, я не могу. Давайте сфотографируемся. Ты серьезно? Будем подыгрывать ее Шизи? Шелла, тебе так сложно сделать фото. Мне сложно смотреть на то, как у Лены едет крыша. Слышь, ты за мою крышу не переживай, понятно? Хорошо, давайте сделаем фото. О, вышло отлично. Как они быстро фото сделали. А кто из них я? Наверное, вот это вот, да? Самая первая с этой стороны. Ну, с парнем, который стоит. И брат мой. Где из них Шелла, где Валет, я не знаю. Теперь могу идти. Лучше нам оставаться вместе. Не расходиться. Это еще зачем? Потому что, блин, камон, это логично. Зомби ни разу не нападали на нас, когда мы были все вместе. Ведь план Мэнди состоит в том, что... Или Мэнди зомби. Я не знаю, кто за кем стоит, но в общем. Чтобы все забыли про человека, которого сожрали зомби. Получается, что если в толпе зомби начнут сжрать кого-то, то вы не забудете про этого человека. Логично? Логично. Ну, я так думаю, по крайней мере. Зомби нападают на те, кто был один. Хватит говорить про зомби! Лена, я тебя люблю, но ты уверена, что ты в порядке? Да поверь, ты поймешь, когда я буду не в порядке. Уверена. Давайте вместе куда-нибудь съездим. Главное, не расходиться по одному. Я с радостью. Все равно не знала, чем заняться. А вот у меня дел по горло. По какое такое горло? О чем ты думаешь, Лукас, ужас? Шейла, хватит уже. Давай с нами. И куда мы? Вот куда? У меня денег нет. У нас тоже. Да и предки дома. Шейла, ты же квартиру купила. Сейчас шутка, Лукас, а про горло уже не становится шуткой. На какие шиши ты квартиру купила? И что? Там еще стройка идет. Дом даже не заселили. У меня есть портативный холодильник и натурные кровати. Можем там побыть. Поиграем в игры. Звучит хорошо. Главное, не расходиться. Тогда я пойду домой и соберусь. Во сколько встретимся и где? Главное, не расходиться. Тогда я пойду домой. Ты самая умная, да, смотрю? Нет, нам нельзя расходиться. Хватит. Встретимся у квартиры в 20.00. Адрес кину по смс. Ты готова? Нам уже пора. Готова. Тогда пошли. А ребята где? Мы должны все вместе быть. Они втроем сейчас. Думаю, уже приехали. А вот и мы. Привет, Зай. Все хорошо? Будет. Если перестанешь меня Зай называть. Психичка. Мне кто-нибудь поможет? Или я должна сама этот холодильник нести? Неси сама и урони себя на ногу, пожалуйста. Уже бегу. А где Вайлет? К машине пошла. Я пыталась, но они тупые не понимают меня. Что там? Зомби там. Отцепитесь. Уберите руки. На помощь. Что происходит? Зомби напали на Вайлет. Хватит уже своих зомби. Помогите. Я иду. Вы услышали крики Вайлет и сразу же помчались к ним. Когда вы добежали до машины, Вайлет исчезла. Но вдруг раздался новый крик. Жалко ее. Куда могла побежать Вайлет? А. В лес. Б. На дорогу. В. Проверить машину. Так. На дорогу. Навряд ли проверить машину. Но типа, если бы она была там, то бы мы не слышали крики оттуда. Короче, я думаю, что самый подходящий это лес. Лес. Ты сказала ребятам, что вам нужно бежать в лес. Да какой лес? Звуки явно от дороги исходили. Значит так, мы сленно бежим в лес. Шейла, осмотри машину. А Лукас сбегает в сторону дороги. Да нам нельзя разъединяться. Вы что, дебилы тут? Все кроме меня. Хорошо. Быстрей. Ты выбрала верный путь. Крики Вайлет становились все громче. И ты побежала за всех сил туда. Кайл остался позади. Когда ты выбежала на пустынную поляну, то увидела чудовищную картину. Вайлет была окружена. Она отчаянно пыталась вырваться из цепки хлоп чудовищ. Но у нее ничего не получалось. Так, и что делать мне? Лена, помоги мне! Я бегу. Кайл почти догнал тебя. Ты спешила за всех сил к Вайлету. Но вдруг чудовища стали затягивать ее под землю. Она пыталась дышать, но земля попадала в рот и нос. Ты чувствовала, как паника охватывает тебя. Вайлет медленно исчезала под землей. Ты спешила к ней, сжимая кулаки от бессилия. Вайлет вытянула руки к тебе. Ее глаза полны отчаяния, надежды. Ты сделала последний рывок и схватила ее за руки. О, красотка! Я, в смысле, держу! Какая молодец. Руки в кулаки, я боевая, да. Не отпускай меня, помоги! Я тяну тебя. Я не знаю, как тут отыгрывать. Ты чувствовала, как твои руки дрожат, пытаясь удержать Вайлет. Но с каждой секундой силы покидали тебя. Твои глаза были полны отчаяния, когда ты наблюдала, как Вайлет медленно исчезала под землей. Ты ощутила, что потеряла не только подругу, но и часть себя. Хера себе чувствительная, да, какая? Вообще, переживала очень, видимо. Вайлет, тяну, тяну! Вот ты где? Ты меня напугала! Они утащили Вайлет! Она под землей, помоги мне! Кто кого утащил? Твою сестру утащили зомби! Зай, у меня нет сестры, ей никогда и не было. Я не знаю, что меня больше бесит. Твоя зая? Или то, что ты вот... Как ты бегал вообще? Как ты бежал? Ты вообще старался бежать или нет? Я, типа, бегаю вообще херово, но я успела добежать. А ты где? Ты что? Ты как бежал вообще, а? Медленно, видимо, да? Что ты несешь? Зачем же ты тогда бежал в лес? Окей, если у тебя нет сестры, а мы побежали за твоей сестрой, то что ты в лесу делаешь, а? Зачем? Логически подумай. Значит, сестра была. Ребята, с кем мы имеем с вами дело? Они вообще думать не умеют. Все на нас держится, все на нас. Вот все на нас. Ты побежала в лес. Я последовала за тобой. Я думала, что-то случилось. Ты так кричала? Я еще не кричала. Нет, мы побежали спасать твою сестру. Лена, ты куда сбежала? Ты нас здорово напугала. Я спасала Вайлетт. Кого? Она думает, что у меня есть сестра Вайлетт. Я не понимаю, что происходит. Покажи фото. На фото она есть. Вот. А где вот это вот посередине? Где? Вот. Тут только я, ты, Шейла и Лукас. Мы не учли с вами момент, что они фотошоперы. И могут сфотошопить. Короче, понятно. Получается, что из фотографий тоже они исчезают. Наш план не сработал. Что делать? Я же пыталась спасти Вайлетт. Докажите. Я сделала все, что можно. Я выбрала правильный путь в лес. Я держала ее. Не отпускала. Нет. Я не писала, что отпускаю. Почему я ее не смогла спасти? Как я так должна была поступить, чтобы спасти ее? Непонятно. Там пустое место. На нем была Вайлетт. Ты совсем умом тронулась? Ребята, вы видите? Надо сдать ее врачам. Это зашло слишком далеко. А ничего, что... Ёб моё. А вы посмотри на фотографию. А нахера нам такой пробел нужен вообще? Почему Лукас не может ближе к нам встать? Значит, там кто-то был. Думай своей башкой. Себя сдай. Вы сами видите, что там пустое место. Идеальное для человека, который как раз исчез в фото. Люди не исчезают с фото. Они либо были там, либо их никогда и не было. Это твоя шизофрения. Когда пропадешь, Элла, я не буду ее спасать. Не буду. Я говорю правду. Хорошо, я тебе верю. Да не звезди. Ребята, я смогла найти деньги. Предлагаю поехать в мотель. Что скажете? Там будет лучше, плюс есть кабельное. Она что-то задумала, да? Что-то я не верю, что ты мне веришь. Элла, поехали в мотель. А что, она меня хочет к врачу сдать, да? Я что, дура, по-твоему? Я не дура. Зря ты так думаешь. Как вам место? Пойдет. Главное, держаться вместе. Лукас, можно тебя на пару слов? Иду. Ты как? Меня начинает пугать твое поведение. Я переживаю. Ты срываешься и как бежишь в лес. А когда я нахожу тебя, ты будто не в себе. Поверься, но все хорошо. Это у вас беды. Например, ты сестру потерял. А тебе хоть бы что? Я не знаю, что с тобой. У меня нет сестры. Я, конечно, люблю тебя и дорожу, но... Если ты не возьмешься за себя, то такая жизнь не для меня. Я не готов на это. Пожите. Это типа он меня бросить хочет, если я не пойду головушку свою лечить, да? А ты мне вообще-то и не нравился. Мне тебя всучили. Я не собиралась с тобой как бы встречаться. Так, на секундочку. Не говорила да. Так что... Так что ты не ты меня бросаешь, а я тебя. Понял? Пошел. Вот. Ой, Шейла, что ты делаешь? Что она делает? А на что это похоже? Ты что? У меня не такое шоу, создатель. Вы куда пошли? Ты хочешь дать эту таблетку ей? Кому? Мне? Сама жри и кушать. Спасибо, приятного аппетита. Да. Поспит пару часов. Может, тебя придет. И мы отдохнем от нее. И я хотя бы смогу пойти прогуляться. Ты должен предложить ей выпить. Из моих рук она не возьмет. А я читать не умею. Тупая возьму и выпью, да? Вы что? На кого расчет вообще? Я даже не знаю. Мне бы не хотелось. Лукас, перестань. Сам видишь, она не в себе. Хорошо. Ну, давайте. Как заставить меня выпить? Ха. Конечно, выпила я. Я растворю ее в стакане воды. Просто дай ей попить. Алина, держи. Выпей воды. Жажда не мучить, спасибки. Угу. Я не хочу. Тебе надо. Ты недавно бежала. У тебя может быть обезвоживание. Не будет у меня никакого обезвоживания. Ты не хотела воды, но не могла отказать брату, который искренне беспокоится о тебе. В смысле не могла? В смысле не могла? Но ты не подозревала, что вода, которую ты выпила, содержала снотворное. Хака, я не подозревающе. Ты смотри, да. А там снотворное было? Что, правда? Что, серьезно? Ммм. Лена, я не хочу на тебя давить, но если ты не пообещаешь, что обратишься к врачу, то я уйду. Ох. Бали. Лукас, пошли выйти. Тут семейные разборки. Я видела на улице бассейн. Может поплавать? Нет, не уходите. Мы должны быть вместе. Ты с Кайлом, а я с Лукасом. Мы вместе. Да, ну и загвоздочка. Я скоро вырублюсь, потому что вы мне дали снотворное. И Кайл останется один. А потом я останусь одна. И хердык мне. Не переживай, сестренка. Все будет хорошо. Нет, не будет. Нет. Ты слышишь, что я тебе говорю? Да насрать мне на тебя. Лукас. Они ушли. Ты дашь мне слово? Ты с чего решила вообще, что я за тебя держусь? Что ты мне очень даже нужен? Хочешь, уходи, но мне не нужен врач. Ой, блин. Врач? Я так и думала, что ты это скажешь. Я уже написала твоим родителям, где все рассказал. И моему отцу. Мы поможем тебе. Помога, Тартахеров. Идиот. Себе помоги. Ты уже засыпаешь. Скоро все закончится. Так скоро реально все закончится, если я засну. Лукас, ты не присоединишься? А можно я буду спать и не буду это смотреть и читать? Думаю, нет. Я не очень люблю бассейны. Правильно. Нахрен эти бассейны дужи. Почему же? Не думаю, что тебе будет это интересно. Но я постою с тобой. По караулю, пока ты плаваешь. А что там карауль, кому оно надо? Расскажи, мне правда интересно. В бассейне полно антисанитарии, которая влияет на здоровье. Размножение бактерий и вирусов приведет к инфекции и заболеваниям. О, то что надо для Шейлы. Давай, прыгай. А мне нравятся умные парни. Я готова рискнуть. Иди ко мне. Спустя время. Не хочу. Шейла, это, это, вау. Не думаю, что так все хорошо. Я знаю, ты такой классный оказывается. Избавьте нас от этих подробностей. Знаешь, если бы не все это, что с нами произошло, то ты бы никогда не посмотрела на меня. А стоп, а что произошло? Для них же ничего не произошло. Ты не можешь знать точно. Послушай, а что если Лена права? Лена права. Что? Что если все, что она говорит, правда? Если у нас действительно были друзья, но мы забыли о них. Звучит паршиво. Тебе не хочется пить? Какой пить? Слушай его. Не. А я схожу до автоматов. Хорошо. Буду тебя ждать. Вот это чертов автомат. Что же я буду? Кола без сахара. То, что надо. Эй. Гони мою колу. Черт. Он не работает, что ли? Внезапно Шелла услышала странный звук. Она обернула, чтобы внимательно прислушаться. Из темноты доносились какие-то шорохи и хрипы. Что за фигня? Лукас, это ты? Чьи это шутки? Класс. Повеселись, а теперь проваливай. Долбан автомат. Отдай мою колу. Что это такое? У вас нет. Этого не может быть. Зомби не существует. Помогите. Откройте дверь. Кто-нибудь. Страх не хватил Шеллу. Зомби с искаженными лицами и мертвыми глазами приближались. Шелла понимала, что ее жизнь висит на волоске. Кто-нибудь, прошу, откройте дверь. Шелла нашла небольшую деревянную палку. Она пыталась отбиться от чудовища, нанося им удары. Однако их силы и беспощадность оказались сильнее. Они окружили ее. Нет, пошли прочь. За считанные минуты Шеллу растерзали. А что, думаю, не грустить буду до сейчас? Ну, как бы так тебе и надо. Проснулась? Тебе лучше? У меня и так все отлично было. Где Лукас? Господи, хоть бы он не сказал, кто такой Лукас. Хоть бы мой брат был жив. Вот потому что из всех их мне нравится больше всего мой брат. Твой брат домой уехал. Жив. Живой родитель, слава богу. В смысле домой уехал? Без меня? Как? Без меня? А что ему тут делать? Он третий лишний. Ну да, они же не помнят, что тут у Шелла была. И ты, конечно же, не знаешь никакую Шеллу. Кого? Покажи мне фото, где мы все фотографировались. Ну да. Теперь осталось только я, Кайл и Лукас. Я не знаю, как спасать их. Ну вот как? Если бы я не выпила снотворное, то я бы могла, наверное, спасти Шеллу, да? Но я же отказалась пить снотворное. Однако мне все равно стучили. Голос за кадром сказал, что я выпила. Получается, выбора-то у меня особого и не было. Я не знаю тогда, что вообще делать. Как бы три человека уже осталось. Я никого вообще не спасла. Реально, никого не спасла. Нас осталось трое. Нас всегда и было трое. Да заткнись ты. Нет, была твоя сестра Шелла, Нил, Саймон. Я не знаю этих людей, Лена. У меня никогда не было сестры. Нужно ехать к моему брату. Нельзя, чтобы он был один. Надо к нему. Хорошо, я подвезу тебя. Садись в машину, я скоро спущусь. Ты дебил, я что говорю-то? Нет, мы должны держаться вместе. Зай, я тоже не могу без тебя и минуты, но... Ой, фу. Но мне нужно. Спускать я скоро буду. Ну, если его и кок тут не велика потеря. Я не буду хотя бы зая больше. Это нам Лука звонит. Лена, ты когда домой? Родители негодуют, что ты ночуешь не дома. Я уже не могу прикрывать тебя. Я скоро буду. Нам нужно встретиться. Хорошо. Где ты? Все в том же мотеле. С кем ты там? С Кайлом? Кто такой Кайл? Подождите, а как я должна была спасти Кайла? Нет. Я же говорила. Давай вместе. А он все равно настоял, потом... Офигеть. Уже двоих нету. Лука, срочно едь ко мне. Срочно. Лена, хорошо, ты только успокойся. Давай быстрей. Лена, я здесь. Садись в машину, поехали домой. Поехали. Что ты вообще делала в этом отеле? Неважно. Ты все равно не поверишь и скажешь, что я спятила. Я же твой брат. Ты можешь мне доверять. Я могу рассказать, но ты не поверишь. Поэтому какой смысл? Обещаю, что поверю во все, что ты скажешь. У нас были друзья. Кайл, он же мой парень. Вайлит, Нил, Саймон и Шейла. Но они были съедены зомби. И когда такое происходит, вы сразу забываете о их существовании. Теперь нас осталось всего двое. Я с ними тоже дружил? Да. Понятно. Не веришь? Верю. Ты моя сестра, я не стала бы врать о таком. Ты же мой гениальный любимый братик. Это правда, я не вру. Хорошо, я тебе верю. Что будем делать? Ты поняла, как это происходит? Ай. Нет, но думаю, всему виной Мэнди. Та девочка с кладбища. Она вроде бы в коме. Вроде как коме, но вроде я хз, честно. Позвоню шерифу. Шериф, извините за подний звонок. Подскажите, где сейчас Мэнди? Та девушка, о которой мы спрашивали. Лукас, ты звонишь мне по такому пустяку, когда у меня тут завал? Это важно. Она в 53 больнице. Спасибо. Так, она в 53 больнице. В коме. И что нам это дает? Если это ее рук дело, то нужно покончить с ней. Отключим ее от аппарата и все придет в норму. Типа пришьем ее, получается. Звучит чудовищно. И если послужит тебя, то она забрала много жизней. Так что считай нас героями. Завтра поедем в больницу и навестим ее. А сейчас домой. Она пришла. Слышите? Она дома. Как мне радует. Смотри, что происходит. Тихо, Лукас. Отойди. Елена, все будет хорошо. Да что ты? Правда, что ли? Не сомневаюсь. Вы тут по чью душу? Нам поступили тревожные сигналы. Вы видите людей, которых едят зомби? Нет. Нет, что за бред? Мы все знаем. Вы только не волнуйтесь. Мы здесь для того, чтобы вам помочь. Пошел ты. Дорогая, это ради тебя. Не надо мне вашей заботы. Отстаньте от меня. А если меня сейчас в больницу упекут, то я одна останусь. Одна. И все, и проиграла я. Как мы и предполагали, пациент буйный. Принесите укол. Слышишь ты, блин? Укол. Вы спятили? Уберите свои руки. Лукас, тебе нельзя без меня, иначе это конец. Я не отойду от тебя. Я поеду с тобой и буду держать тебя за руку. Дорогая, тебе ничего не грозит. Ты главное успокойся. Да закройте вы уже свой рот, мамаша. Лезешь куда не просили. Лучше себе кукуху полечи. Везите ее в палату. Лена, мы в 53 больнице. Она где-то тут. А... Молодой человек, вам дальше нельзя. Выведите его. Нет, нет, он будет со мной. Закройте двери. Лукас. Все хорошо, я пока отыщу ее. Да ты не сможешь. Лукас, нельзя одному. А теперь успокойся. Да пошел ты нахер, слышишь ты, блин? Успокойся, успокойся. Пошел в жопу. Не говори мне успокоиться, ты хуже делаешь. Где же тут регистрация? Только не это. Значит, Лена все это время была права. Я и не сомневался. Ну что, твари, кто первый? Выживет, не выживет, выживет, не выживет. Хоть бы выжил. Ты должна успоко... Да еб... Дай мне сил закончить этот квест. Ты должна успокоиться. Мы сделаем тебе небольшой укольчик, как комарик ужалит. Правда? А я потом неспокойная, да? Слышишь, комарик качкастый. Мне к брату надо. Мне надо к брату. Значит, все симптомы сходятся. Лена, прошу успокоиться. Мы поможем вам обрести реальность. Какую, к черту, реальность? Пустите сюда Лукаса. Конечно, мы пустим. Вы только скажите. Кто такой Лукас? Мой брат! Елена, у вас нет братьев. Вы единственный ребенок в семье. А теперь расслабьтесь. Вы погружаетесь в сон. Трындец! Я одна осталась. Что я должна сделать-то была? Еще! Я не понимаю! Через несколько часов ты проснулась, лежащая в больничной палате. В голове пролетели мысли о том, что произошло. Недавно рядом с тобой были твои близкие друзья. А сейчас они исчезли, и никто о них уже не помнит. То будущее, о котором ты мечтала вместе с братом, стало бессмысленным. Все вокруг потеряло свой смысл. Осталось только чувство злобы и желание отомстить этой самой Мэнди. Точно! Желание отомстить! А я могу отомстить? Так это же меня дело. Давайте. И ты решила... А. Забыть об этом и жить дальше. Ага, ща. Б. Переехать в другую страну. В. Найти палату Мэнди. Найти палату Мэнди. Ты была настроена решительно. Мэнди должна поплатиться. Она забрала у тебя всех, кто был дорог. И теперь она должна ответить за это. Ты вошла из палаты и направилась к стойке регистрации. Твоя задача узнать, в какой палате находится Мэнди. Здравствуйте! Чем могу помочь? Здравствуйте! Подскажите, где палата Мэнди? А вы ей кем приходитесь? Да я ее лучшая подруга, вошу. Я подруга детства. Мы были очень близки. Я хотела навестить ее. К сожалению, Мэнди находится в коме. И вам не удастся поговорить с ней. Да ничего, мы помолчим. Отлично помолчим. Я знаю. Я просто хотела увидеть ее. Хорошо. Она в 13-й палате. Ну в какой же еще, да? В 13-й, да? Это прямо по коридору. Но недолго. Вам еще лекарство принимать. Ну да, мне же надо успокоиться. Верно! Спасибо. Ты прошла прямо по коридору и подошла к палате номер 13. Когда ты открыла дверь, то увидела девушку, которая была подключена к аппарату. Если бы ты не знала, что это Мэнди, то не узнала ее. Девушка выросла, проведя большую часть своей жизни в больнице. Ты остановилась рядом с ее кроватью и произнесла слова. А, я написать должна? То, что сделали мы, плохо. Но мы не имели цели отправить тебя на тот свет или в кому. Ты же убила моих друзей. Ты намного хуже нас. Ну вот, сейчас будет тебе твои действия. Простить Мэнди и уйти. Че, конечно. Отключить от аппарата. Отключить от аппарата. Ты приняла решение отключить Мэнди от аппарата. Подойдя к нему, ты нажала заветную красную кнопку. Аппарат издал писк, после чего произошла остановка. Прощай, Мэнди. В смысле? Что за фигня? Я же отключила ее. Ее больше нет. Почему зомби? Ты взглянула на кровать Мэнди и обнаружила там ее. Она сидела на кровати с открытыми глазами и странно улыбалась. Чего? Что происходит? Ты не успела понять, что произошло, как вдруг стало темно. Ты была в сознании, но не могла открыть глаза и пошевелиться. Ты только слышала, что происходит вокруг. Доктор, это какое-то чудо! Наша Мэнди вышла из комы! В смысле, я спасла и помогла ей выйти из комы? Что? Действительно чудо. Мэнди, как ты чувствуешь себя? Я чувствую себя счастливой! Так не должно быть! Доктор, скорее сюда! Мэнди, извини. Срочно дело, я скоро подойду к тебе. Что случилось? Эта девочка, которую привезли сюда вчера, она впала в кому. Я тебя? Что? Этого не может быть! Вы не напутались с лекарствами? Нет, все так, как было написано вами! Будем надеяться, что она справится и вернется к нам. Мэнди доказала, что нужно верить в чудеса. Ага, я в коме! Привет, подруга! Я знаю, что ты меня слышишь. Вот только ответить не можешь. Ты будешь все понимать и чувствовать. Ты будешь в сознании, но не способна сама себе помочь. Ты забыла меня. Ты предала нашу дружбу. Твои друзья стали важнее меня. Мне нужна была только наша дружба. А тебе дружба других. Тебе было мало меня. Вы забрали у меня детство. А теперь мы поменялись жизнями. Я забрала у них все. Даже память о них. А ты? Ты проживешь мою жизнь. Оставайся на этой койке до конца своих дней. Все незабытые и никому не нужные. Но не волнуйся. Я буду помнить о тебе. Мы ведь обещали друг другу, помнишь? Теперь я единственный твой друг. Дружба навсегда. Конец. Вы сами руководили всеми событиями. Исход истории был определен на основе ваших ответов и выборов. Я проиграла в квесте. Я сама откисла. Все мои друзья тоже откисли. А как я должна была пройти-то его? Я же делала правильный выбор. Допустим, допустим. Воду я не хотела пить. Я отказалась, но все равно меня напоили. В больницу я не хотела ехать. Просила, чтобы Лукас со мной остался. Но все равно его выгнали. Что там еще было? Короче, много моментов, где я делала так, но выбора у меня не было. Ну, вы, создатели, конечно, удивили меня своим квестом. Нормально. Все, все запороло, да? Все откислили. Супер, классно. Здорово. Буду ждать ваших комментариев. Буду искать свою ошибку в ваших комментариях. Фотографии, видите, не помогли. Вообще, нихера не помогло. Супер. Ну что, ребят, спасибо всем большое за просмотр. Мы с вами прощаемся сегодня, но ненадолго. А если не хочешь вообще прощаться, то подписывайся на мой телеграм-канал, потому что там я публикую каждый день разные посты. Все из своей жизни. Подписывайся, я думаю, тебе понравится. Ну и желаю всем хорошего настроения и хорошего дня. Я кушать хочу, а вы хотите покушать, если не кушали? Всех люблю, целую, понимаю и пока.